Президент России Владимир Путин пригрозил Европе неприятностями на атомных станциях Украины, в случае если не прекратятся обстрелы Курской и Запорожской АЭС. «Это очень опасный теракт», — заявил он в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума. «Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально. Что будет со всей частью вот этой Европы», — сказал он. Запорожская АЭС в Украине — это крупнейшая атомная станция по мощности в Европе и третья по величине в мире. Она расположена рядом с Энергодаром в Запорожской области и состоит из шести энергоблоков ВВР-1000. После начала военной операции в Украине АЭС перешла под контроль России. Почти одновременно с президентом России и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об обеспокоенности агентства ситуации с обеспечением Запорожской АЭС водой. «Проблема охлаждения станции в целом. Ситуация с водой является одной из наших главных озабоченностей с момента разрушения дамбы Каховской ГЭС в прошлом году. «Сегодня я увидел земляные работы, цель которых замедлить снижение уровня охладительного пруда. Об этих работах я не знал, но они очень важны. Это говорит о постоянных усилиях, направленных на удержание ситуации под контролем», — сказал Гросси во время визита на АЭС. Что будет, если на Запорожской АЭС действительно случится авария? Неважно, в результате артообстрела и из-за прямого попадания беспилотника или умышленного подрыва. Это частности. Последствия можно сравнить с тем, что было на Чернобыльской АЭС. Обратимся к истории. 26 апреля 1986 года в час 23 ночи на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, который полностью разрушил реактор. Здание энергоблока частично обрушилось в различных помещениях и на крыше начался пожар. Впоследствии остатки активной зоны расплавились. Смесь из расплавленного металла, песка, бетона и фрагментов топлива растеклась под реакторным помещением. В результате аварии произошел выброс в окружающую среду радиоактивных веществ, в том числе изотопов урана. Плутония, Йода-131, период полураспада 8 дней, Цезия-134, период полураспада 2 года, Цезия-137, период полураспада 30 лет, Стронция-90, период полураспада 28 лет. Было радиоактивно загрязнено 140 тысяч квадратных километров территории СССР, на которой проживало около 7 миллионов человек. Наибольшему загрязнению подверглись территории России, Украины и Белоруссии, в меньшей степени других европейских стран. Австрии, Болгарии, Венгрии, Италии, Норвегии, Польши, Жумунии, Англии, Греции, Германии, Финляндии, Швеции и Югославии. А значит, именно эти страны и могут подвергнуться радиационному заражению, если вдруг на Запорожской АЭС случится какое-либо ЧП. И пострадает прежде всего Украина и Беларусь, все те же страны Европы и, конечно же, сама Россия.